Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень хочу поблагодарить организаторов. Спасибо, что дали возможность выступить, посетить ваш город чудесный. Меня зовут Оксанчук Ильина Александровна. Я врач-мамолог Мамологического Центра Российского научного центра генрадиологии. Я мультимодальный специалист, то есть всю диагностику молочной железы и в плане рентгена, и в плане УЗИ. Всё это мы делаем. И сегодняшняя моя задача – рассказать вам очень просто и очень коротко про внутрипротоковую папилому и про диагностику и лечение данной патологии. Итак, что такое внутрипротоковая папилома? Внутрипротоковая папилома – это доброкачественное образование молочной железы, которое растёт из эпителия протоков. Она представляет собой в такую фиброваскулярную структуру на ножке, и вот она растёт в полость протока. Что мы должны понимать про внутрипротоковую папилому? Внутрипротоковая папилома всегда доброкачественная. Существуют разные степени злокачественности, наверное, внутрипротоковой патологии мы можем так говорить. Мы говорим и про внутрипротоковую атипическую гиперплазию, и про внутрипротоковый рак. Но вот внутрипротоковая папилома – это доброкачественное образование. Оно встречается в 2-3% всех новообразований молочной железы. Соответственно, они бывают центральные и периферические, потому в каком протоке они расположены. Они бывают единичные и множественные, ну и мелкие и крупные. По статистике считается, что центральные папиломы обычно единичные и обычно крупные, тогда как периферические папиломы часто множественные и часто более мелкие. Это абсолютно никакой не закон, всё может быть по-разному. Встречаются с внутрипротоковыми папиломами вообще бывает всё совсем по-разному. Итак, как мы можем заподозрить наличие внутрипротоковой папиломы у женщины? Прежде всего, это, конечно же, выделение из соска молочной железы. И вообще нужно понимать, что наличие выделения – это не всегда патология. Наличие выделения есть практически у 20% женщин, чаще в гормоноактивном возрасте, в возрасте 35-55 лет. И при этом при раке, при протоковом раке выделения встречаются всего лишь в 20% случаев. Выделения могут быть совершенно разные по характеру. Вы знаете, от молочных у кормящих женщин или у женщин, у которых повышен пролактин, или женщин, которые, например, получают антидепрессанты, до каких-то серозных прозрачных выделений при фиброзно-кистозной болезни при наличии кист, когда мы просто нажимаем на проток, выдавливаем содержимое кисты и получаем вот это вот серозное выделяемое. Если в проток поселится какая-то бактерия, и она начнёт там жить, то выделяемое может быть зеленоватое или такое серо-зелёное, может быть, вы когда-то видели. Это тоже не является, в общем-то, патологией, если не мешает женщине. Патологическими выделениями считаются выделения сукровичные от крови на кровенистые, то есть мы получаем прям малую кровь, либо же такие свёрнутые крови, то есть это тёмно-коричневые шоколадные выделения. Это то, что заставляет нас напрячься. Кроме этого, внутри протока папиллома может определяться как узловое образование. Причём в некоторых случаях это бывает очень большое узловое образование, которое деформирует контур молочной железы, и подагмоничным ещё будет появление этого образования в очень короткие сроки. То есть женщина может прямо сказать, что неделю назад у меня не было ничего, а сейчас у меня появилась огромная чешка в молочной железе, и тут всегда можно думать либо про воспаление в кисте, либо про какие-то разрастания в кисте, которые активно продуцируют жидкость. Ну вот так это может выглядеть клинически. Например, вы видите, что тут большое узловое образование, настолько большое, что оно натягивает кожу и просвечивает сквозь кожу. Ну и ещё как вариант, внутри протока эпопилома может расти прямо в сосок, и тогда будет деформация соска, а в данном случае это вот эта зона, вот нижний внутренний край соска. Разрастание, которое может выглядеть как разрастание по типу цветной капусты. По мере того, как это образование растёт, а начинает некротизироваться, могут появляться участки съязывления, корочки. Достаточно сложно для диагностики вся эта история, потому что не очень понятно, что растёт и растёт ли, сосок как-то меняется, как брать биопсию непонятно, соскобы обычно отрицательные. В общем, единственным вариантом это только взять биопсию на живую и посмотреть этот кусочек, что происходит с соском. Итак, как мы диагностируем внутри протоковую эпопилому? И тут два варианта. Если у нас эпопилома проявляется только наличием выделений, то мы выполняем цитологическое исследование для того, чтобы посмотреть, что выделяется. Есть ли там клетки внутри протоковой эпопиломы? И если они есть, мы выполняем дуктографию. Если у нас внутри протоковая эпопилома проявляется как какое-то узловое образование, то мы, естественно, как при любом узловом образовании, выполняем комплексное обследование молочных желёз. Мы выполняем амографию, мы выполняем УЗИ молочных желёз. И в последующем выполняем обязательно для верификации трепанбиопсию. Ну, либо же при комплексном обследовании, довольно часто так бывает, мы можем выявить внутри протоковой эпопиломы как случайные находки. Я хочу остановиться отдельно на дуктографии, потому что это очень специфический метод исследования молочных желёз. А на самом деле дуктография — это единственный метод, который нам позволяет увидеть внутри протоковую эпопилому, когда она проявляется только выделениями. И кроме того, она нам ещё позволяет определить топическую диагностику этой внутри протоковой эпопиломы. То есть, по сути, это единственный метод, благодаря которому мы можем сказать хирургу, где располагается эпопилома, в каком она объёме и где вообще ему нужно будет удалять. Вот так выглядит дуктография. Слева — это нормальный вид дуктографии, справа — это дуктография патологическая. В норме нормальная дуктография, вы видите, проток заполнен на всём своём протяжении от соска до периферии, он не расширен, он не извит, нету никаких дефектов наполнения и обрывов контрастирования. Если вы посмотрите на левую дуктографию, вы видите, что в центральном секторе проток расширен, он извит. А вот в этой зоне, вот в этой зоне, вы видите множественные дефекты наполнения и обрыв контрастирования. Это такая вот прям очень классическая картинка крупной внутрипротоковой папилломы. Про дуктографию ещё бы мне очень хотелось сказать, если нас смотрят врачи-нерингенологи, которые не очень представляют, что такое дуктография, как мы её выполняем. Так вот, чтобы выполнить дуктографию, у женщины обязательно должны быть выделения из соска молочной железы. То есть бывают случаи, когда к себе присылают пациентку, потому что ультразвуковой диагноз на УЗИ нашёл разрастание внутри протока, и он присылает её на дуктографию. При этом у пациентки нет выделений, и, соответственно, от того, что у неё нет выделений, мы не можем вести контраст в тот проток, который видел ультразвуковой диагноз. Ну, то есть протоков 30 в сосок открывается, в какой конкретно нам вести контраст, мы не знаем, и поэтому такой пациентке мы исследований не выполняем. Теперь давайте поговорим вот про эту пациентку. Она пришла вот с таким образованием, и, естественно, мы испугались, что это может быть внутрикистозный рак. Мы выполнили, естественно, ей маммографию. Внутрепротоковая папиллома на маммографии может выглядеть совершенно по-разному. Это может быть узловое образование, это может быть несколько узловых образований. В данном случае это явно кистозное узловое образование с ровными, с чёткими полициклическими контурами, которые деформируют молочную железу. При льдрузковом исследовании мы видим кистозное образование с перегородкой. Вот эта перегородка, она крайне активно кровоснабжается, и из неё растут вот такие вот пристеночные разрастания, которые тоже активно кровоснабжаются, естественно, очень подозрительно в отношении злокачественности. Была выполнена биопсия данной пациентки, мы получили надепротоковую папиллому без АТП. Тем не менее, объём образования, наличие таких разрастаний нас, конечно, пугает, поэтому и выполнена была секторальная резекция молочной железы. И вы видите удалённый макропрепарат. Это большая кистозная полость с утолщенными стеночками, со сгустками гематомы внутри полости и разрастаниями по стенке. Эти разрастания, они похожи на цветную капусту, они очень нежные и очень легко травмируются, поэтому они здесь вот прям активно не видны, но они у нас вот-вот-вот-вот в этой зоне. И второй клинический пример проведу. Это про то, как может по-разному выглядеть внутри протоковая папиллома. Данная пациентка обратилась, потому что у неё появились кровенистые выделения, очень активные из соска молочной железы, которые пачкали бельё. Мы взяли мазочек с ней и параллельно выполнили маммографию, потому что она давно не была у маммолога. И на маммографии мы в нижнем внутреннем квадрате выявили участок плеаморфных микрокальцинатов. Это вот эта зона. Вот эта вот. Так. Здесь она располагается. Обычно мы не рекомендуем делать дуктографию, когда мы видим кальцинат и подозреваем в них рак. Считается, что дуктография может распространить рак внутри протока. Правда, в последнее время это мнение очень активно меняется. Считается, что если есть нольпротоковый рак, то всё равно повреждён уже весь проток, вся доля. И поэтому мы ничего хуже не сделаем, но тем не менее. Увидев кальцината, мы решили сначала выполнить биопсию под рентгеновским контролем. И получили внутри протоковую папиллому без всяких АТП, без какой-либо проблемы. И решили, что кальцината мы всё равно пойдём удалять. Но поскольку у нас ещё есть выделение, нам нужно проверить, вот только кальцинаты внутри протокового папиллома или есть ещё какие-то папилломы. То есть, может быть, выделения идут из какого-то другого протока. Поэтому мы дополнили исследование дуктографии. И посмотрите, как удачно у нас законтрастировался проток ровно в зоне вот этих кальцинатов. Ну и, соответственно, кальцинаты были удалены. Была верифицирована внутри протокового папиллома без АТП. Ну и самый, наверное, сложный вопрос для внутри протоковой папилломы – это лечение. Как мы лечим внутри протоковую папиллому? Понятное дело, что не существует никакой консервативной терапии. Мы не можем назначить ничего пациенту с тем, чтобы он попил или помазал, и папилломка ушла. Дальше встает вопрос – убрать ее можно только хирургически. Это либо секторальная резекция, либо вакуумно-эсперционная биопсия. Но все ли внутри протоковой папилломки нужно убирать? И я вам покажу наши данные. Это наша операционная деятельность. Мы с коллегой оперируем доброкачественное образование. И получилось, что в 2017-2018 году мы прооперировали 413 доброкачественных образований в нашем центре. Из них, подавляющее большинство – это, понятно, фибраденомы, 65%, 20% – это внутри протока папилломы, и там еще 15% всего остального – это фибросклерозы, кальцинаты, какие-то узловые мастопатии, липомы и всякое прочее. И посмотрите, что получилось. По данным планового гистологического исследования, в итоговом заключении внутри протоковая папиллома было выявлено только в 50% случаев 46, тогда как в 40% случаев удаленного материала были лишь участки фиброзно-кистозной мастопатии, ну, соответственно, 8% – это типическая гиперплазия, и 5,5% мы получали протоковый рак инситу. То есть, по большому счету, из всех этих операций реально нужными были это вот эти 13%, а внутри протока папилломы мы удалили еще 46%, а вот 40% женщин, возможно, вероятно, нам не нужно было делать операцию вообще. Поэтому во всем мире встает вопрос, какие внутри протоковые папилломы нужно оперировать, и для меня, как для хирурга, это тоже очень важный вопрос, а какие внутри протоковые папилломы мы можем наблюдать. И было решено, сообщество пришло вот к такой тактике. Нужно выполнить трепан-биопсию или взять мазок. И если мы не получаем АТП, то риск развития рака у данной женщины составляет всего лишь 6%, и, соответственно, мы можем эти внутри протоковые папилломы не трогать, оставить ее в наблюдении, и если будет какая-то отрицательная динамика, соответственно, колоть и оперировать, если нет, просто наблюдать. Если мы получаем АТП или неоплазию, тогда риск развития рака у молочной железы у данной женщины повышается до 30%, это крайне высокий риск, и таких женщин мы обязательно оперируем. Таким образом, там хитрее получается, потому что есть такие рекомендации, но при всем при этом мы еще отталкиваемся очень от клиники. Если у женщины очень обильные выделения, которые мешают ей жить, даже если у нее не будет АТП, мы, скорее всего, рекомендуем и хирургическое лечение. Или как вот в примере с кистой, да, огромная киста с разрастаниями, и там не было АТП. Но мы все равно будем рекомендовать хирургическое лечение. Ровно как и с кальцинатами, потому что есть всегда риск того, что мы просто не попали в участок с атипической гиперплазией, или не попали в участок с раком. Поэтому внутрипротоковая папиллома – это вообще патология очень индивидуальная. Она бывает совершенно различная по жалобам, она бывает совершенно разная по клиническим проявлениям. Мы ее можем видеть совершенно по-разному на маммографии, при ультразглавом исследовании, на МРТ. И поэтому все-таки, когда мы говорим про внутрипротоковую папиллому, мы принимаем решения крайне индивидуально для каждой конкретной женщины. Благодарю за внимание. Продолжение следует...